Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. И мы продолжаем новогодние настроения, новогодний челлендж с разрезанием проклятых игрушек. И сегодня я заказала на сайте Darknet снеговика, экзи, все, как вы просили. Поэтому прямо сейчас три самых лучших комментарии, которые попали ко мне в видео. Раз, два и три. Пу! Погнали! Разрезать проклятую игрушку снеговика экзи. Ведь уже нам не терпится узнать, что же внутри этой проклятой игрушки. Итак, друзья, перед началом я попрошу собрать на этом видео 10 тысяч лайков. Ну, а мы приступаем. Ребята, я, честно говоря, волнуюсь, потому что уже ранее я разрезала проклятую игрушку Деда Мороза. И он сейчас стоит в гробу прямо перед вами. Да, это два самых жутких, самых мистических Деда Мороза. И как я их разрезала, вы можете найти эти видео на моем канале. А также я еще разрезала еще какого-то новогоднего Гринча, по-моему, я разрезала. Или, а, я заказывала Happy Meal Гринч. И разрезала настоящий M&M's экзи. Конфеты, новогодние подарки, которые вы получаете, они тоже могут быть экзи. Короче, ребята, и теперь очередь дошла до снеговика экзи. Если вы хотите, чтобы я разрезала снегурочку экзи, напишите прямо сейчас в комментариях. Ира разрежет снегурочку экзи. И я всех вас поздравляю с наступающим Новым Годом. А мы приступаем. Друзья, я волнуюсь, потому что как бы снеговик экзи, это вам не шутки. Он может наслать такое проклятие, ведь это проклятая игрушка со снегом, с метелью, что вам не поздоровится. Ладно, разрезаем. Отлично. Так, все. Ребята, теперь мы проверим, что же внутри снеговика экзи. Как всегда, обычно здесь куча-куча ваты, но я уже нащупала что-то холодное. Что это такое? Это... О, это лед. Что это? Вот черт, ребята, посмотрите! Это не просто холодный лед, это какой-то красный, красный лед. Посмотрите, это реально красный лед. Ребята, вы когда-нибудь видели в своей жизни красный лед? Посмотрите, сколько в нем льда, он реально ледяной. Посмотрите, это настоящие льдинки. Льдинки прямо из снеговика. Наверное, они специально в нем расположены, чтобы снеговик не растаял. А иначе, конечно, он бы сразу растаял, друзья. Поэтому лед незаменимый атрибутика в проклятой игрушке. Господи, я никогда ранее не встречала лед в проклятых игрушках экзи на сайте Даркнет. Три часа ночи мы разрезаем эту проклятого снеговика, ребята. И, по-моему, в нем очень много льда. Да, видимо, реально, короче, чтобы он не замерз, ребята. Но здесь есть еще кое-что покруче, ребята. Что это? Господи, это что-то большое. Это какая-то фигура. Я не знаю, что это может напомнить. Подождите, подождите. Что это? Что это? Черт, ребята! По-моему, это Олаф из Эльзы. Это реально Олаф. Это снеговик, которого сделала Эльза из холодного сердца, друзья. Снеговик, походу, снеговик экзи сожрал маленького Олафа. Фу, господи, ребята, я просто в это не верю. Давайте его положим рядом со льдом, а точнее на лед, чтобы он, друзья, не растаял, потому что он реальный снега. Нам нужно достать все-все проклятые вещи, которые находятся в этом снеговике. Их теперь здесь очень много. Очень много как будто снежной ваты, ребята. Она реально холодная. Что это? Друзья, это маленькая льдинка. Я не могу передать вам, какая она холодная. Это реально льдинка. Она ледяная, господи, я не знаю. Возможно, это сердце. Сердце этого снеговика экзи. Положим ее сюда, Олову. Господи, какая жуть, ребята. А это что? Что это такое? Господи, ребята, это снежинка. Она тоже ледяная, господи. О, черт, ребята. Это ледяная снежинка. Как бы она не растаяла, мы положим все на лед, потому что это реально все тает, друзья. Там что-то еще. Снеговик. Я не знаю, что еще. Какие еще он может нам принести страшные мистические омерзительные вещи в снеговике экзи. Ребята, походу, это зелье. Это какое-то зелье. О, черт, ребята. Оно белое, белое, как снег, друзья. Как вы думаете, что это за зелье? Я не знаю, может быть, это зелье, которое может превратить тебя в снеговика. Я не знаю. То есть я заказала снеговика. Экзи и организаторы сайта Дартнет положили туда специально белое зелье для того, чтобы я могла попробовать его и посмотреть, как я трансформирую снеговика. Если вы хотите увидеть это видео, как я трансформирую снеговика, экзи выпила это зелье прямо сейчас. Набирайте 10 тысяч лайков и сразу выпущу это видео, друзья. Поставим пока здесь. Реально даже не хочется его открывать, потому что я боюсь, что оно заморозит меня или что-то случится. Я реально превращусь в снеговика, но это мы узнаем только в следующем видео, если вы соберете 10 тысяч лайков. Друзья, так, здесь еще что-то. Что это? О, господи, ребята, это огромный нос снеговика. Это морковь. Это морковь, из которой, наверное, кто-то делал снеговика. Возможно, этот снеговик экзи ест других снеговиков экзи. Господи, я не знаю. Это просто морковь. Интересно, она съедобная. Может быть, ее сломать? Раз, два, три. О, черт, что это? Черт. Ребята, откуда она берется, господи? Это морковь. Куча моркови, она появляется из нее откуда, господи. Это морковь с снеговиков. Ирина, откуда? Откуда столько моркови? Ты ела морковь, все зелье пробовала? Господи, я не знаю. Это нужно как-то остановить. Откуда? Я просто сломала, и просто куча моркови следит на меня с неба. Господи, откуда она? Остановите это, пожалуйста. Пожалуйста, остановитесь. Стоп, стоп, стоп. Не надо больше, прошу, стойте. Ирина, 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 что за снеговик? Черт, это снеговик. Ирина, Ирина, у тебя морковь, у тебя морковь в борту. Ирина, успокойся, давай я выдерну. Черт. Фу, он хотел убить меня. Он хотел, чтобы я съела эту морковь. Он хотел воткнуть ее в меня. Ребята, а я надеюсь, что вы на этом видео соберете 10 тысяч лайков. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Это сумасшедшее, крэйзи видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Королева Мистики. До новых встреч. Пока. Всем привет, ребята. С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. И я очень рада снова увидеть вас. Ведь я теперь весь декабрь снимаю видео каждый день. И сегодня я для вас подготовила небольшой новогодний подарок, друзья. Потому что скоро Новый год. И в канун этого Нового года я решила заказать M&M's XZ, ребята. Это реально страшная конфета. Самая страшная конфета, которую вы могли бы только себе представить. Когда я увидела на сайте Дартнет, я решила, что я обязательно подарю своим подписчикам это видео. Ведь они обожают конфеты, обожают сладкое. И я решила заказать M&M's XZ. А что будет внутри, ребята, как вы думаете, пишите прямо сейчас в комментариях. Ну а перед началом три самых крутых и самых клевых комментариев. Раз, два, три. Если ты тоже хочешь попасть в мои видео, то пиши самые клевые, самые страшные, самые крутые комментарии. Ты обязательно появишься в моем видео. Ну а мы, ребята, погнали. Итак, друзья, на сайте Дартнет я заказала проклятую игрушку. Не путайте ее с живой игрушкой. Потому что в проклятые игрушки кладут всякие разные проклятые вещи, которые на вас нагоняют порчу, проклятие. И происходит что-то страшное. А живые игрушки, они оживают. Это абсолютно две разные вещи. Поэтому эту проклятую игрушку мы не будем оживлять. Мы прямо сейчас ее разрежем. И достанем все эти жуткие, мрачные, проклятые вещи, которые находятся внутри M&M's XZ. Кстати говоря, ребята, это красный M&M's. Пишите в комментариях, какие вы больше любите. Красный, желтый или зеленый. Это разных цветов бывает. Поэтому я вот люблю красный, поэтому заказал красный. Хотя там были разного цвета. Если хотите еще других, чтобы я открыла, то пишите в комментарии. Ира, открой желтый M&M's. Ира, открой зеленый M&M's. В общем, все ваши желания будут исполняться в канон Нового года, ребята. Ну а мы давайте приступать. Будем разрезать M&M's XZ прямо сейчас. В 3 часа ночи. В дьявольский час. Только на канале Ирина Ясинская. На канале Королевы Мистики. Давайте же начинать. Итак, у нас огромнейший, преогромнейший нож. Которым мы сейчас разрежем. И узнаем, что же организаторы сайта Даркнет... Ау! Черт, чуть руку себе не поранило. Положили в эту игрушку. Нет, 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 погоди. Видимо, затупился, пока мы столько игрушек распаковали. Разрежем так. Раз, два, три. Отлично, ребята. Все. Этим ножом лучше получается. Наша игрушка M&M's XZ. Проклятая игрушка. Разрезана. И сейчас я покажу, что внутри. Я надеюсь, что вы готовы и поставили 10 тысяч лайков на этом видео. Потому что я уверена, что в M&M's XZ находится что-то интересное и наверняка страшное. Короче, ребята, я вот тут вот сейчас вот так щупаю. Я не знаю, вы слышите или нет. Слышите это? Вам знаком этот звук? А мне кажется, что это звук конфет. Да, ребята. И я уже вот здесь вижу. Самая популярная, самая трендовая жвачка. Love is. Господи, ребята, я не верю своим глазам. В M&M's XZ настоящая, крутая жвачка. Love is. Ребята, я просто в шоке. Я хочу прямо сейчас открыть ее и попробовать. Черт, ребята, вы знаете. Так, стоп. Попробовать. В проклятой игрушке пробовать проклятые жвачки. Возможно, это опасно, но не для меня. Ведь я королева мистики. И мы прямо сейчас попробуем эту жвачку. Проклятую жвачку, которую я нашла в M&M's XZ. Посмотрите. Здесь прям как в M&M's, ребята. Кстати говоря, в предыдущем видео я разрезала живую игрушку M&M's XZ. Вернее, проклятую игрушку M&M's XZ. И там было очень клево. Так что, если ты не видел это видео, обязательно набери проклятые или живые игрушки Ирины Есинской. И все видео будут именно там. Короче, смотрите. Тут жвачки как будто для каждого M&M's XZ. Красная, желтая, зеленая, синий и оранжевая. Ребята, напишите, какой цвет ваш самый любимый. Оранжевый, синий, зеленый, желтый или красный. Мой, естественно, красный цвет крови, цвет страсти и так далее. Я просто обожаю красный цвет. Поэтому я сейчас распакую эту красную жвачку. И, кстати говоря, там должно быть какое-то предсказание на будущее к Новому году, ребята. А вы, кстати говоря, напишите, какую жвачку распаковать для вас. И я опубликую обязательно, знаете где, в сторис, в инстаграм, какие будут у вас пожелания. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, нижнее подчеркивание Ирины Есинской. Там я опубликую, что значит каждый цвет этой жвачки. И это будет вашим предсказанием. Ну, а моим предсказанием будет, ребята, сейчас посмотрим. Ну, конечно, это, скорее всего, любовные предсказания, ведь это жвачка love is. Итак, что же. На фронте любви ждет Ирина Есинскую в 2021 году. Кстати, прикольно звучит 2021 год. Любовь это сделать кормушку для птиц в саду. Ребята, вы все знаете, что я строю огромный гигантский дом мисики, где я буду жить вместе со своими детьми там. И мне необходимо будет в 2021 году построить кормушку для птиц в моем саду. Прикольно, какие пожелания ждут вас. Так что загадывайте любой цвет, захотите ко мне в инстаграм, нижнее подчеркивание Ирина Есинская. И я открою, что будет у вас на любовном фронте в 2021 году. Ну, а мы будем дальше доставать жвачку. Я потом обязательно попробую, ребят, потому что мне уже не терпится просто достать все, что находится в M&M's XD, ребята. Это просто нереально. Очень хочется все это увидеть поскорее. Короче, ладно, залазим дальше. Так, так, барабанная дробь, ребята. Здесь, как всегда, куча всего. Смотрите, я нашла какой-то пакетик. Слушайте, это напоминает... О, мои любимые конфеты, Скитлз, друзья. Скитлз, мои самые-самые-самые любимые конфеты, потому что я обожаю кислые. Просто не могу жить без кислого, ребята. Давайте откроем, что там внутри. Ого! Это реально обычный Скитлз. Здесь нет никакого подвоха, потому что я думала, что я сейчас открою, высыплю, и там высыпятся какие-то тараканы. Блин, это что-то нереальное. Ладно, ребята, я также выберу себе красную конфету Скитлз, а все остальные оставлю. Что еще? Неужели этот M&M's XD полон конфет, ребята? Это просто очень круто. Кто любит конфеты, ставьте лайки, ребята. Пишите в комментариях, какие конфеты, кстати, вы любите. Смотрите, Кит-Кат, тоже мой любимый красный цвет. Кит-Кат, смотрите, еще. Тут еще, друзья, тут еще Кит-Кат. Черт, еще. Еще Кит-Кат. Господи, сколько там Кит-Ката, сколько шоколада. Вот это самый лучший новогодний подарок, который я только получала вообще когда-либо из самых вкусных конфет, ребята. А это что? Ребята, вот черт. Это M&M's с арахисом. То есть в M&M's XD находится M&M's с арахисом. И смотрите, здесь на картинке красный. Давайте пока не будем распаковывать, потому что я нахожу там что-то еще. Еще Кит-Кат, друзья. Еще M&M's, ребята. Еще пачка M&M's и тоже с красным. Я знаю, что M&M's и бывает еще и с желтым. Друзья, еще смотрим. Еще мои любимые конфеты, ребята. Это еще красный Скитлс. Интересно, а бывает еще какого-то другого цвета Скитлс? Если вы знаете, напишите этот цвет в комментариях. Смотрите, друзья. Давайте его откроем. Может быть там что-то будет? Нет, здесь ничего нет. Никаких ни пауков, ни червяков. Как-то это странно, потому что обычно, когда мы распаковываем проклятые игрушки, там обязательно какая-то жуть, кровь или еще какая-то фигня. Я не знаю, что-то происходит всегда. Но в этот раз все абсолютно нормально. Там какие-то обычные конфеты, которые я люблю больше жизни. Ребята, я думаю, что вы тоже обожаете эти конфеты. Ладно, давайте достанем уже наконец-то все, что там есть. Ребята, я не верю своим глазам. Я просто нащупала, я уже знаю, что это. Это, смотрите сюда. Это киндер сюрприз. Киндер сюрприз, ребята. Это киндер. Кто не любит киндеры, тот просто, ну, я не знаю, не понимает ничего. Киндер, это так классно. Ведь там внутри обязательно находится какой-то сюрприз. И я уверена, что он будет наверняка мистическим каким-то. Представляете, там будет какая-то игрушка. Давайте его прямо сейчас откроем и узнаем, что такая игрушка. И, скорее всего, она будет мистическая. Но на первый взгляд этот киндер сюрприз абсолютно нормальный. Вот когда мы его открываем, обычный, обычный шоколад. И, кстати говоря, очень даже приятно пахнет. Давайте распакуем его. И заветная вот эта колбочка, капсула. Итак, что же там? Вот черт! Мамочки мои. Блин, я знала, что если МНД в сексе, обязательно там будет какая-то херня. Черт, ребята, я просто когда открыла, я увидела там что-то черное. Блин, ладно. Походу оно не шевелится. Я не знаю, что там. Посмотрите. Оно какого-то темного света. И это уже стрёмно, ребята. Ладно, давайте откроем это куда-нибудь вот сюда. Хорошо. Раз, два, три. Господи, посмотрите. Это какая-то черная жизнь. Ребята, это противно. Я не знаю даже, что это. Оно даже не может открыться, друзья. Это какой-то старый лизун, что ли. Или что-то похожее на скорпиона. Я не знаю. Он весь слипшийся и жутко пахнет, друзья. А что-то мне это не нравится, ребята. Также здесь в Мандемс еще, еще Киткат и еще одна упаковка Мандемс. Посмотрите, этого просто не может быть. Посмотрите, Dream and Dance. Два красных и один желтый. К чему это может быть, ребята, я не знаю. Так. А это что? А это что за огромное яйцо? Ребят, неужели там еще огромный киндер-сюрприз? Вы знаете, бывает маленький, а бывает гигантский. Сейчас я его достану. Как я его могла не заметить ранее? Смотрите, огромное яйцо. Слышите? Там что-то есть. Я не знаю, что там, ребята. Я боюсь открывать. Я пока не буду. Я не буду открывать это яйцо, пока вы не соберете 10 тысяч лайков на этом видео, ребята. А сейчас я хочу попробовать все эти конфеты. Я хочу открыть каждый Мандемс и в каждой пачке этих конфет. Я хочу попробовать красную-красную конфету. Видите, я открываю их все, и они абсолютно нормальные. Значит, я могу попробовать любую. Так, мы наберем, короче, красные-красные-красные и жвачка лофис моя красная. Так, все, ребята, я пробую. Сначала красный Мандемс. Черт. Это невозможно есть. Слушайте, они абсолютно невкусные. Такое ощущение, что они отравлены. Сейчас, если будет то же самое с этими конфетами. А! А! А, жесть! Они все испорченные, друзья. Господи, а это вообще с какими-то волосами. Я ее даже пробовать не буду. Черт, ребята, походу я зря заранее радовалась, потому что все эти конфеты отравлены. Сейчас я попробую открыть киткат. Он на первый взгляд выглядит абсолютно нормально. О, боже, он воняет дерьмом. Друзья, этот киткат воняет дерьмом, ребята. Это все не настоящие конфеты. Их есть нельзя. Друзья, это проклятые конфеты, которые отравлены. Но мне кажется, что слишком поздно, потому что я попробовала уже Мандемс, и мне как-то жутко. Мне как-то не по себе, друзья. Ладно. В общем, раз конфетами у нас не получилось, давайте откроем тогда уже и узнаем, что в этом яйце. Друзья, господи, что это? Черт. Подожди ты. Погоди, это похоже на змею. Смотри, смотри, смотри. Нет, 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 она... Подожди. Она мармеладная. Она мармеладная. Это змея мармеладная. Она не может быть, у нее глаза живые. А, это, блин, ну сейчас чудо кулинарии. Она мармеладная. Она реально мармеладная. Слушай, я хочу ее попробовать. Я хочу ее откусить. Блин, я ни разу... Ребята, вы ели хоть раз такую большую мармеладную змею? Она реально мармеладная. Она пахнет вообще от пата. Она пахнет очень вкусно. Короче, я сейчас ее попробую. Ирина, Ирина, что происходит? Ирина, 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 что происходит? Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ирина, 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 Ирина. А-а-а! А-а-а! Я не могу. Черт, ребята, это была не мармеладная змея, которая просто хотела залезть в меня, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы соберете 10 тысяч лайков. С вами была я, Королева Мистики. До новых встреч. Всем пока!